Из фойе-музея, которое одновременно является выставочным залом, где экспонируется работа художников, вы попадаете на улицу. Конечно же, условно, на центральную улицу дореволюционной Анапы, Михайло-Арказьевскую. Теперь она носит имя советского писателя Максима Горького. В вывеске кафе и магазинах тех времен Арциева, Басанько, а в витринах выставлены экспонаты. Вот швейная машинка фирмы «Зингер», дорогостоящий дефицит того времени, другие предметы быта. Второй зал, как продолжение первого, но только переносит вас в 50-е годы прошлого столетия. И мы узнаем, чем жили наши бабушки и дедушки, что коллекционировали, что читали из той литературы, которую современники уже читать навряд ли будут. Все это уже история, интересная и новая для подрастающего поколения. Например, печатную машинку младшие школьники приняли за компьютер. Мне понравилось то, что когда-то была такая одежда, или когда дети вот так ходили в школу, собирали марки, что-то копили. Узнал много чего полезного и того, чего вообще даже не ожидал. Ума пластинки вот такие вот видели когда-нибудь, нет? В живую никогда. Самый большой зал теперь посвящен городу воинской славы – Анапе. Экспозиция изменена и дополнена оружием периода русско-турецкой войны, турецкими монетами и русскими екатерининскими. Вооружением, снаряжением и убранством коней адыгов, которые жили здесь еще до турецкого владычества. Советский период представляют экспонаты Великой Отечественной войны с находками не только образцов советского оружия, но и вещами немецких солдат, добытых при раскопках блиндажей в окрестностях Анапы. Желающие могут посмотреть видеофильм с кадрами хроники 1941-1945 годов с экрана, установленного здесь же в зале воинской славы. Конечно, очень интересно посмотреть, что было до нас, как это сейчас новыми нашими глазами. Очень интересно и для детей эта история. Мы ее должны знать и гордиться ею. Особенно мне, конечно, впечатлила эта экспозиция, посвященная периоду освобождения Анапы. Потому что у нас тут недалеко дедушка погиб, он похоронен в городе Сочи. И поэтому мы пришли, с сынишкой пришел посмотреть именно те места, где воевал дед. А сами мы из Москвы. Впереди у художника, автора нового интерьера музея Николая Бурмистрова много работы. Предстоит реконструировать еще несколько залов и экстерьер здания. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион.